Обвиняют нас. В чем? А кто обвиняет? Девушка. Что вы сделали? Ботовую химию украли. В отношении кого будет составляться протокол задержания административного? Давайте сейчас скажу. Выяснили. Вы должны знать. Коляска, товар. Коляска задержана. Люди задержаны. Кто задержан? Прешеный экономист. Прешеный экономист. Прешеный экономист. А почему? Как вы думаете? Потому что тут стоят 7 людей, которые задерживают за кражу чего? Чая, который еще неизвестно вообще, кто видел и видел ли кто-то. Возьму, покатаю колясочку. Почему это? А вы ко мне требования или просьб предъявляете? Я вопрос. Коляска изъята? Коляска изъята, нет? Если ваше законное требование, сошлите сам закон, на котором оно основано. Если нет, будьте добры, не мешайте мне. Подождите, вы с какой целью трогаете? Вам она не разрешала трогать. Вы либо изымаете, либо нет. На основании чего? На основании заявления. Заявление. А где заявление? Заявление. Под каким номером в КУСП зарегистрировано? Пока его нет. Устное зарегистрировано, соответственно, 736 приказом. Скажите мне, зарегистрировано или нет? Я еще не знаю. Здрасте. А что случилось тут? Ну как, ничего. Вот столько людей стоит. Обвиняют нас. В чем? А кто обвиняет? Всего, что мы. Что вы сделали? Ботовую химию украли. А кто конкретно обвиняет? Все. Полиция тоже обвиняет, да? И полиция тоже. Я в полиции предполагаю. 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 Мы с вами знакомы вроде как. Я с вами знакомы. Жалко. Познакомимся. Конкретно, что мы взяли, не могут сказать. Обвиняют нас. Ботовой химии мы что-то взяли. А кто заявляет? Я не знаю, кто из них заявляет. А, я понял. Вы можете показать что-то взяли? Нет. Конкретно нам спрашивают, что мы взяли. Скажите, что мы взяли. Они не могут взяли. Ботовая химия. Смотрите, вам юридическая помощь нужна. Я могу выступить вашим защитникам абсолютно бесплатно. Конечно. Вот. Ну если... Защитникам. Сейчас же административные какие-то процедуры будут происходить, как я понимаю, правильно? А, возможно. Что? Человек. Павлик меня зовут. Очень. Угу. Так я не вижу заявителей каких-либо вообще оснований для проведения каких-то процессуальных действий пока. Ко мне... Вы еще вопросы ко мне не надо задавать. Да. Вообще, с вашей стороны, так же как к ним. Я пока не вижу претензий так же к ним ни от кого. От кого есть претензии к ним? Так, бравые парни, от кого? Кто что видел? Ну давайте по-честному. Кто-нибудь... Ну, есть что-нибудь? Кто видел видеосъемку? Ну а я сейчас расскажу. Вы не видели видеосъемку? Да. Вы видели? Кто-нибудь из вас видел видеосъемку? А? Видел видеосъемку кто-нибудь? Нет. Вы кто-нибудь видел? Вот кто-нибудь. Вы, вы, вы. Нет. Они задержаны. Задержаны. Супер. Отлично. Сейчас у нас 22 часа 5 минут. А они задержаны на основании заявления кого? Позвольте уточнить. Снимите магазин «Ошан». Ну, где он? Где этот представитель? Конкретно. Какого представитель? Вот один стоит. Вот Юрий. Где один? Вот он заявляет на нас. Юрий. Расскажите мне, что вы видели. Юрий, представитель магазина «Ошан». Скажите, пожалуйста. Вы видели, как вот эти люди что-то воровали? Я не видел, но сотрудники некоторой комнаты говорят, что мы… Никто не видел. А, то есть вы не заявляли, да? Правильно? Никто не видел, а вдруг чему-то задержали. Как такое может быть? Он не видел. А кто конкретно задержан? Вот кто из них? Кто конкретно? Не задержаны. Не задержаны. Понимаете, есть сотрудники магазина, да, которые осуществляют видео-наблюдение на покупателях, правильно? Супер, которые находятся в мониторной комнате. И они передают информацию сотрудникам, которые находятся в таком жале. Передают приметы, в чем одежду. Что именно взяли конкретно? Где эти сотрудники? Кого всех? Ну, кого всех? Кого всех? Кого всех? Так. Кого всех? Где эти сотрудники? Где эти сотрудники мониторной комнаты? Заявление, кто будет писать? Заявление, кто вам подал? Менеджер пригодит. Вам сейчас заявление, кто подал? Вы сейчас, мы силой мысли узнали об этом или как? Как так? Позвонили, передали информацию. Вы зарегистрировали в КУСПИ? Сейчас зарегистрировали. Ну, так когда зарегистрировались? От кого? Ладно, от кого? От кого? Вы знаете имя, фамилия, мой отчество? Ну и все. Тогда что мы ждем-то? Давайте процессальные действия какие-то проводить. Сейчас вы проводите. Максимально короткие сроки должны проводиться. Профессуальные действия. Дойдемте, пожалуйста. Служебное помещение будет. Никто в помещение никуда не пойдет. Комнату полиции можем пройти с вами? Можем здесь, да? Можем здесь, да? Можем на месте. Мы вот здесь у нас задержали. Нет. Вот здесь у нас. Служебное помещение чье? Чье именно? Давайте здесь, публично. Все на публике. Здесь же они задержаны, правильно? На месте. Все на публике. А вдруг они скинут, если что-то украли? Мы проследим. Мы проследим. Как вы проследите? Нет. Вот пускай люди смотрят и мы будем проверять. Что-то по моему опыту сотрудника полиции очень много не видит. Поэтому давайте вот здесь вот при всех. Да. И конкретно пусть скажут, что мы взяли. Конкретно. Бумаги там. Что? Я вот спросил у вашего спутника, да? Что он держал конкретно в отделе пятовой семьи? Да что угодно может держать. А что вы выясняете, если вы не видели видео? Да. Я могу. Знаете? Вы с какой целью ему вопросы вообще задаете? Потом и пойти дальше. Переложить в другом отделе положить. Докажите видео сначала, а потом уже говорите. Вот это все. Смотреть в честь на аппаратуре. Правильно? Да. Вы можете пойти с ладошки? Вы можете пойти снять на телефон, принести сюда. Что у нас полиция нищая, что ли телефоны не дают? Как это так? А вот они у сотрудника Оша набрали телефон. У вас регистратор должен сидеть вообще-то здесь. А вы на службе сейчас, да? Да. А где регистратор вообще? Нету регистратора. Как? У всех сотрудников полиции должен быть регистратор. Чтобы снимать право нарушения. О чем ты говоришь? Может быть вы нарушаете закон. Понимаете? Они уже нарушают закон. А вы часто нарушаете закон. А регистратора нет? Вы уверены, что вы хотите это знать? Да. Вы сейчас обратились к гражданину? При обращении гражданину в соответствии с пунктом 4. Да. Да. Статья 5, часть 1. Статья 5, часть 4. Что? Я не слышал. Представили сейчас? Ваш меня зовут? Я не слышал. Я не слышал вам еще. Вот теперь представили. Все. Если гражданин попросит, то идите к цирку сиреной определить. Без вопроса. Причину и цель что-то не сообщили. Причина и цель? Да. Просто поболтать? Почему? Мне в мужчину обращение. Возможность, они говорят. Возможность. Ты ко мне не обращался. Вы обратились вот на ваш правиль. Правильно. Вы к нему обратились. Ладно, давайте не будем этот самый цирк устраивать. Либо есть заявление, либо люди идут как-то. Алло. Ну, видео нарезали? Нарезали? Ну, вот как они. Да, да. Да. Да, да. Да. Ладно, право, видимо, началось с Ошановским телефоном. Сотрудник полиции. Видимо, на свои средства все есть как-то не хватает. Не, вот интересно. Рамка запищала? Рамка запищала? Рамка запищала вообще не основание. Ничего не. Они просто... Так, если бы она запищала. А кто вас остановил-то? Я не знаю. Вот они шестером все накинулись на нас. Их пятером. Так. У вас чайка, конечно, есть? Нету. Чайка. Да. Ух, грязь, да? Причем угадать будем, я говорю, какие-нибудь уши? Вы скажите, что там, и мы все предъявим. Вы сказали, бытовая химия мы взяли, или технику бытовую. Я не поняла. Теперь чай оказывается. А теперь чай мы взяли. Честно? Если есть какие-то основания, то полагать, что событие правонарушения было, то возбудите административное дело, проводите административное расследование. В рамках этого расследования уже... Ну, вот так, я тоже где это говорю. Сделайте административные процедуры какие-нибудь. Досмотр там, как я понимаю, да? Логично было бы провести, если имеется основание полагать, что административное правонарушение было совершено. И потом уже, если ничего не найдете, дело прекратите. А, соответственно, люди будут иметь право на реабилитацию. А то сейчас вы, я не понимаю, пока что делаете. Ну, вот, человек сказал, что задержаны люди. Я надеюсь, протокол об этом будет составлен. А кто конкретно задержан? Вот кто из них? Кто конкретно? Кто из них задержан? И на основании чего вообще задержаны? Возможно... Заявление вы не зарегистрировали еще? Да, возможно. Можете взять вот у сотрудников ОША на телефончик, позвонить дежурную часть, зарегистрировать пока что. Уже 10 минут люди, которые мне задержали. Ничего не происходит. У меня ребенок уже крутой, спать хочет. А почему регистратора нет? Это интересно. Почему нет? Регистратор от угощения подошел. Которым все развлекаются. БПС тоже должны. Молодой человек, вы приезжите, придите к нам в отдел. Я не хочу вам в отдел. И задача, вопрос это нашему руководству. Вы должны такие вопросы задавать, а не я. Нам что выдали, то мы ими. Вы должны заботиться о своей безопасности. А если вам клоунские костюмы выдали? Да. Вы же не будете носить костюмы? Давайте я сейчас с коляской проеду. Как ездить? Не знаю. Смышно ее? Да. Подтверждено 575 приказом. Девушка, а вы же задержаны. Подождите, подождите. Вы задержаны. Он сказал, вы задержаны. Он потом за это будет отвечать. Составь протокол. И все. Он при всех сказал, что вы задержаны. Ограничена ваша свобода. А кто конкретно, кстати? Вот кто задержан? Вот кто? Она, он. Семейная пара, сказали. Все? Да. Все задержаны. Кто конкретно украл-то? Девушка, а мне кажется, что ты нет? У меня нет с собой документов. Я их не нашу. А кто не наш с собой, да? Да. Мы находимся на территории с вами. Какие документы? Какие документы? Это кто странный уютный? Нет. Ну что, мы за границу приедем. В чем странный? А? А как вы представляете вашей личной связи? Вот когда задержите, напишите заявление и можете ... Ну что? Некто еще где-то. В чем-то обвиняем. Законодательство? Ну, не наш, вы выбираете с гражданином. Таким-то, таким-то. Я же не знаю даже, как вам вращаться, потому что... Потому что вы пришли и сказали. Я представил. Вы взяли что-то там из благовой финии или техники? Девушка, извините, я еще пока ничего не брал. Это так в любом случае. А вы готовы сейчас на данный момент ознакомить с документами, материалами, на основании которых вы хотите применить меры административного воздействия? Да. Документы, материалы предоставлены менеджер, который хочет написать заявление, правильно? Хочет. Хочет. То есть вы на основании того, что вот я на вас хочу написать заявление. Вот вы задержите сейчас его, полицейский? Ну или вы его там, да? Я хочу. Я сообщаю вам о намерении написать вот на него заявление. Вы его задержите? На него заявление. Должно быть что? Заявление. Правильно. Состав. Состав. Правонарушение, да? Состав? Уголовный, да? Если чему может привлекать. Согласно уголовному, то есть согласно административу. Сейчас данный сотрудник, который придет материалы необходимые, да? Из чего взяли, что он предъявит? Вам как сообщение поступило? На личный телефон? На какой? В дежурной части зарегистрировано? Нет. Устное обращение вам поступило от кого-то. Почему вы его не регистрируете сейчас стоите? Зарегистрируете. Зарегистрируете когда? Завтра? Ближай. Ну вы сейчас стоите какие-то общениями занимаетесь, опять при обращении гражданки не представился никто из вас. Сколько? Сколько нашего времени? Просто так они стоят. Решите. Вот вы, я не знаю, вы конкретно. Ну кто конкретно задержан? Вот кто конкретно? Все? Да что, нет членов? Нет. Все задержаны или кто? Ну кто конкретно? Определимся давайте с этим. В отношении кого будет составляться протокол задержания административного? Давайте сейчас расскажу. Выяснили. То есть вы даже не знали. Кто задержан? Стоп. Вы конкретно сейчас говорите. Кто задержан? Я не задержан. Кто вас задержан? Вот этот человек сказал. Ему и отвечать. Правильно. Он задержан. На младшего по званию. Все скидывать. Коляска. Коляска задержана. Люди задержаны. Кто задержан? И он, как бы говорят, убирал. И она. Оба. Два. Два протокола административного правонарушения, что будем составлять. Правильно? И личного досмотра. Коляска-то чья вообще? Непонятно. Ну кто задержан? Вот он. Они все, да? Правильно? Все. Вот эти два человека задержаны. Отлично. Определились. Вот блин. Вот на улице происходит столько преступлений. Вы уже садитесь. А? Какое преступление? Не здесь. Какое-то что за? Чем право? На кармане. Сейчас люди вон, которые... Да то, что внизу вы стояли, да? У меня знакомого. Я просто, например, у меня знакомого зарезали прямо в метро. Где вот вы были в этот момент? Вот прямо в метро. Территорию метро не мое. Ну какая разница? Вы просто... Нет, я административно сейчас... Согласно приказу. Я сейчас вот просто обращаюсь как служб. И нас режут. И нас режут. И нас режут. Где вы были вот в этот момент, когда вот... Давайте зарезаем. Если один плохо сделал, значит все сотрудничают плохие. Правильно? Все сотрудничают. Да всех говорят всегда. Бегать, стараемся. По закону о полиции основным критерием оценки деятельности полиции является мнение граждан. Слышали мнение? Что надо сказать? Будем работать лучше, правильно? Слушайте. Правильно? Надо же улучшаться. Правильно. Пока я что-то не вижу этого. Сейчас посмотрим. Ну сколько мне конкретно? У меня ребенок отписывается. Обкакывается. Я не знаю. Вы будете мне... Что мне делать? Вы задерживаете ребенок. Юрий, а вы частный охранник? Да нет, я задерживаю его. Ну... А... Понятно. Так вы готовы написать заявление данным, господам? Да, я буду, да я покажу в видео доказательству. Ну то сейчас вы не готовы написать заявление, правильно? Нет, я не готовы. Нет, я сейчас снимаю. Снимаете. Снимают видео. Снимают видео. Снимают видео на телефон. Сейчас придут и покажут. Но заявителей пока нет. Ну так регистрируйте информацию, если у вас есть заявитель, который даже устное заявление подал по телефону. Я, правда, не знаю, как это, но устное заявление подается только через дежурную часть по телефону. А как оно вам подалось на личный телефон, я, если честно, не представляю. Но вы, тем не менее, его не зарегистрируете. Странное дело. Тут сотрудники Ошановские какие-то телефоны берут. Какое-то думавство уже. Причем экономической ситуации. Причем экономической ситуации. А почему? Как вы думаете? Да, почему? Потому что тут стоят 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 людей, которые задерживают за кражу чего? Чая? Который еще неизвестно вообще, кто видел и видел ли кто-то. Да. Понимаете? Сейчас сразу кражу. Мелкое хищение. Да, же. 7,27. Окей. Мелкое хищение. Путем краж. Правильно? Ну, например. Но пока что-то, любой же процедура, она должна быть оформлена и должны быть основания для возникновения правоотношений и для их прекращения. Вон, дядя скажи, что ты хочешь. Что же тут происходит? Вот эти замечательных людей с детьми задерживают за кражу непонятно чего. Непонятно, кто из них совершил, но вот они оба задержаны, по словам вот этого полицейского. Вот. И вот бравые сотрудники охраны. Заявлений никакого пока нет. Кто украл, непонятно. Ну, будем разбираться, будем разбираться. Вот. А также задержана, похоже, коляску. А, или коляска не задержана. А коляска не задержана же? Правильно? Нет. Можете взять. А можно? Можно я возьму? Разрешайте мне? Возьму, покатаю коляску. Пост oppress 통. Почему-то. Кам? А вы ко мне требований или прощинг предъявляете? Возьму, anywhere? Я на фронте. Простите, спросите. На основании чего скажите мне, коляска изъята? zaj conseguи. Сейчас и всюду. Да, когда сейчас? Возьму я. Вот когда изъимите, тогда и приходите. Дайте, я её покатаю. Будьте добры. Владой человек. Я её покатаю, я её хочу покатать. Оставьте. Вы с какой целью требованиями мне предъявляете? Или просьба ваша? Просьба или требования. Просьба или требования? На каком законе основаны ваши требования? Коляска изъята? Не изъята. Коляска, как я понял, не изъята. Как хозяйка коляски, вы мне разрешаете гулять. Там возможно находится у меня плачен товар. Вы изъяли его? Вы изъяли его? Вы коляску изъяли? Сейчас придет участковый, будет все это изъять. На данный момент ничего не происходит. Молодой человек, оставьте, пожалуйста, в покое. Пожалуйста, вы просите. Прошу, требую. Нет, просите и требуйте разные вещи. Если ваша законная требования, сошлите в закон, на котором оно основано. Если нет, будьте добры, не мешайте мне свободно передвигаться. Пользоваться свободой передвижения. Вот и все. Я взял в аренду колясочку. Понимаете? Я взял в аренду колясочку вот этой гражданки. Подождите, вы с какой целью трогаете? Вам она не разрешала трогать. Вы либо изымаете, либо нет. Вы либо изымаете, либо нет. Еще раз. Я еще раз говорю. Она изъята? Изъята. Изъята. Документы процессуальные есть? Протокол. Протокол. Она в данный момент находится в моем владении. Собственностью этой гражданки в моем владении. Вы, получается, у меня ее изымаете сейчас. На основании чего? На основании заявления. Заявление. Заявление. Под каким номером в КУСП зарегистрировано? Пока его нет. Устное. Зарегистрировано с 736 приказом. Скажите мне, зарегистрировано или нет? Я еще не знаю. Заявление. Заявление. Вы его регистрировали? Вы его получали? Вы от дежурного информацию получили? Я не оперативный дежурный. Кто регистрирует? Оперативный дежурный. Как? Вы его придумали. Я передал информацию участковому. Откуда вы ее взяли? От сотрудника магазина. Какого сотрудника? Вы обязаны ее зарегистрировать? Какого сотрудника? Это произошло? Какого сотрудника? Вы знаете вообще? Фамилия, имя, отчество, контактные данные. Сейчас он идет. Почему вы не зарегистрировали эту информацию? Кто не записал? Вы зарегистрировали информацию через дежурный? Еще раз говорю. Я не зарегистрирую. Регистрируется наша оперативный дежурный. 736 приказ говорит о другом. Получается, вы нарушаете свои же приказы, что ли? Колокольцев. Как сказал? Как сказал? Если поступает устное сообщение, даже устное, вы обязаны его принять, записать контактные данные. Либо даже анонимное. И зарегистрируйте его незамедлительно в дежурной части. Слушайте, а если вы пойдете, примите, не зарегистрируйте, пойдете его проверять и вас, не дай бог, там убьют. Вот что вы будете делать? Какая судьба? Это значит глупость такая. И никто не знает, где вас искать. Давайте, коляска не изъята. Не мешайте мне владеть имуществом, пожалуйста. Вот данный граждан. Не мешайте мне, не препятствуйте мне. Вы зачем ее трогаете? Вам гражданка не разрешала ее трогать. Она пока не изъята. Когда будете изымать, то потрогайте. Я покатаюсь вот вокруг столба. Не надо кататься. Что значит не надо? Вы зачем мне вообще указываете, что мне делать? Скажите мне. Вот зачем вы указываете, что мне делать? Вы зачем ее трогаете вообще руками своими? Скажите мне. Он власть. Он в дом. Я ей говорю. Это власть. Ты что не видишь? Это власть. Надо человек оставить. Дали погон и все. Хорошо. Вы что там? Много требуете уже? Или прочите? Давайте ваше удостоверение посмотрим, пожалуйста. В развернутом виде до полного ознакомления. Прапорщик полиции Остапенко Алексей Вячеславович. Старший полицейский. Годен до? Угу. Все, годен. Отлично. Хорошо. У вас какие-нибудь требования ко мне есть? Да. Оставить коляску покойку. Причина и цель требования. Я вам уже объясняю. Цель и причина. Причина? Из моего владения. Вот как коляску выйдет? Ладно. Хорошо. Вы хотите, чтобы я ее не трогал? Хорошо. Ну, в смысле, не двигал. Правильно? Не передвигал. Замечательно. Я там копаюсь пока что. Так уж и быть. Исполняю ваши требования. На мой взгляд, незаконные. Благодарю вас. Но так уж и быть. Могу обжаловать ваши требования в административном порядке. 22-28. То есть, вы уже задержаны, как при мне, уже 23 минуты. Никаких подвижек нет. Ну, вы сами с тетьми задержаны. Зачем я так делаю? Это понятно. О, свой телефон есть. А у сотрудников Ошана зачем? А там камера появилась. А там айфон. А у сотрудников Ошана вы зачем телефон брали? Да. Паша, а до этого не было телефона? Как я с него до этого не было? Да нет такого телефона. Слышишь? Да. Надо же сообщить. А то прапорщик это растерзает грамотные граждане. Сливком. Которые знают свои права. Да, да, да. Совершенно верно. Вы же говорили, у вас нет такого телефона. Знаешь, что вы обманули? Да. Обманули? Да. А как? Врем, да? Врем. Понятно. Поэтому мы не верим в полицию. Поэтому мы вас снимаем на тайну. И вы потом нас не обманываете. Вот так. Да. Все равно обманывают. Именно так и есть. Вам не доверяют людей. Это их право. Это вы так сделали. Да. Вы так сделали? Вот видите, вы меня сейчас обмануете. Причем лично каждый из вас так делает. Вы даже не стесняйтесь. Но в глаза другом никогда народ не пойдет. Обычно. Никогда. Самую последнюю очередь. Потому что вы воры и больные. Это ваше оценочное осуждение? Мнение, правильно? Да. Да, это оценочное осуждение. Да, это оценочное осуждение. Вы прикрываясь вообще фашируемым удостоверением. Правильно? Да. Только что она печатана. Почему? Должна быть государственная печать. Не стоит. Есть ГОСТ Р-5011-511-2001. Она не соответствует ГОСТу. Смотрите. Символы такие, буквы Российской Федерации и алфавита. Вот там указано описание ГОСТа. Вы понимаете, у них духа не хватит. Русского духа не хватит. Проверить это. Что они служат. Почему? Может и проверят. Только ничего не изменится. Он даже рапорт не напишет, что у него поддельное удостоверение. Они все знают. Что это, блин, это? Типы это. Я сумасшедший, да? Ты меня уже знаешь, сколько сталкивался с таким. Не сомневаюсь. Вот я говорю, даже чисто по-человечески. Вот я вот серьезно говорю. Ну вот не стыдно просто. Вот здесь стоите, да? А сейчас где-то там преступление совершается. Вы его забыли оплатить. То есть состава правонарушения тут нет. Вы его оплачиваете и как бы все. Расходимся. Поищите, действительно, может забыли оплатить. В соответствии с чем вы можете его оплатить. Если бы вы, конечно, не забыла, принципиально положила и вышла с ним, и знала, что этот товар наход с ним, это будет состав. Административную правку. Вы еще не правильно? Да, как есть. Платите товар. Просто, девушка, могу объяснить. Самое страшное, это, бог с ним, ну, правильно, с двумя листьями салата вот этих. Их там стоимость, грубо говоря, 100 рублей. Вот сто рублей в один раз, не хочу ничего хорошего говорить. Один раз попали, да, привлечены к ответственности на штраф. Если в течение года вы попадаете с мелким листом капусты, то у вас уже будет она, статья конфлицированта, как 158-я, прям один. В течение тысячи рублей не будет. Там от тысячи до двух с половиной. От тысячи до двух с половиной. Это когда вторая часть? Правильно? Да. По первой части гибли. По первой части сколько угодно, к сожалению. Все? Претензий нет? А сколько там сумма было? 250 рублей. 250 рублей. Преступление веком. Было бы, если бы. Не случайность. Ну все, собственно. Вы свободны. Все. Да. Уже нет. Ура. Давайте. Ура. 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 Субтитры сделал DimaTorzok